Разговаривает с моей мамой. Вот так вот, сенки в сене, а они разговаривают, а я мимо иду, вот так вот. Маленько как будто затержался. И она говорит, мол, я, а моя мама молит, тебе хорошо, у тебя парни, а у меня девки. И больше надо покупать платье. А тут рубашка на штаны. Я ничего не понял, почему девка на мое тело. Пять лет размышления. Я восхищал, на воленство, да более такой, мы не девки, я парень, на меня меньше тратит. Больше ничего не осталось здесь. Но вот это вот, все сохранялось. А этот сидит, он даже не глядит, не слушает, повернись сюда. Он сейчас повернется в другую сторону. У него ничего не вмещается, он ни фильм, ты ни один фильм не расскажешь. А там пых, пах, ах, 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 все, фильм кончен. Я сказал, не трогай скобейку, говорил, и тут же через минуту опять, то есть у тебя в голове дыра. Памяти нет, ты все везде еще так крутишься, разговаривать с ним не надо ему, тебе не полезно руками махать. Начинай запоминать вот эти тексты по порядку. Вот эти вот тексты все запоминают, заучите. Какое место, какие цветы, как глава стих. Вот этим займись. Что? Слабо? Да вот это вот, заучи. Не заучи к тебе никогда. Девчонка, сейчас тут маленький уже там на балерину учат. Вот такая вот крохотунька, все поворачивается. Приехала сюда, всталивающая, вот так, давай. Крестное знамение вот так совершается. Она все знает, как на цыпочки встать, как повернуть, куда задницу вернуть, куда что. Все знает. Перекреститься не может, она вот так вот. А у нее ничего не получается. Она начинает звездиться, а не креститься. Да, руку беру ее, она наоборот делает такую. Кто это так делает? Ну, видно, способная девчонка. Вот Павленко Марина считает тихий. Видели, нет? Она бородина, другое, как она считает. Так, каким она выражением считает. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя, богатыри, немы. А девчонка вот такая вот. Спрашивает, кто-то бабку ее научил. Она такой, жестикуляции видела, нет? Нет. Ну, Никита, сделаешь сегодня показать. Непосредственно прямо оттуда. И она рассказывает там то Майкленту, то Пушкину. Поэмы большие, поэмы наизусть. Но она сама говорит, она сама клонится то ли к кукле. Видно, что она не считает. Четыре с половиной года, кажется ей. Как она рассказывает. Ну и кроме пятерки ничего не поставишь. Она попрятан. Цири рассказывает Лермонтову. Я посмотрел, у нее целый каталог. И на всю страну, на весь мир. Это как можно развить ребенка? В Китае мальчик живет. Звать его Гордей. Видели? Гордей. И выступает. А там весь зал китайцев. В Китае. А мальчик стоит. Ну вот такой. Я не знаю, сколько ему лет. И вот ему вопросы задают. А эти, которые в комиссии, это там особо эмбирные люди. А там идиомы называют. Какие там слова. Сколько он говорит? Четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь. Это вы наизусть знаете? Да. Как свяхнули китайцы. Это же китайцы этого не знают. А на каких языках ты можешь говорить? Он говорит, ну на восьми. Ну как с Новым годом? Он по-английски. Правильно? Который знает. А это как по-испански? Он говорит, я не знаю. Он говорит, правильно. Видно. Так ребенок совсем. А что ты играешь, какие инструменты? На каких инструментах играет? Это в таком возрасте. Почему? На него обратили внимание. С ним работают. И он стоит перед всем народом. Ему задают вопросы, он отвечает. Девочка одна еще есть такая. И имя ее Диана. Ой, какая красивая девочка. И имя какое у вас красивое. Она стоит, улыбается. А что? Я стихотворение знаю бабушка. И она бабушке рассказывает. Зал полный. Вы на Украине. И вот она эту бабушку рассказывает. И бабушка моя вот там вызвали врача. И как кто-то другое. Я бабушке сказал, еще врачи. И пойдем, скакалку возьмем. Да попрыгаем мы, бабушка. А бабушка говорит, нет, годы. И она остановилась. Ну и стихотворение. Нет, 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 еще не все. Я не рассказала. К залу обращаются. Нет, а ты еще не все. И дальше она начинает говорить. Я пошла за моря, за леса. Я бы пошла да нашла. Твои годы растерянные бабушки. Да мы с тобой. Понимаете? Сейчас за парень сидит, утирает слезы. Как же представляешь, что какая-то бабушка сидит, слезы утирает. Почему? Ее учат. И учат, и у нее этот талант все время развивается. А почему тебе надо? Где ходишь? Да где-то в сады ходишь. У тебя друзья есть? Есть сколько? А полон сад. А кто? Особенно мальчик Сережа, соседняя. Так ты за ним? А мы оба друг за другом. Вот так в зале-то сидят эти вопросы, понятно. А который сидит там один лысый. А вот эту команду взяла бы свою. А что с ним делать? Кто такая сел? Сколько у нее друзей, а что бы с ним делать-то? Покажем, что-то замысливают. Это другая девочка совсем. А она поет. Такой микрофон, вот такое кольцо. Она перед ним вплотную и поет. О чем поет, непонятно. Я даже не понял, на каком она языке поет. Но она столько вкладывает туда. Зал замер. И видно, что как бы она уговаривает. Кто-то, видимо, изменил. И она всем выражением. И как она к камере прижмется. Как скажет. А потом такую тональность возьмет. Это учит. Если она один раз пропела, я прослушал, чуть не заболел. Это же надо так надрывается. Такой голос. Ужас. Так она тренировалась-то на ней один раз. Прежде чем пойти проиграть, она дома многократно эти клавиши щупала. Так? Да-да. Везде надо работать. Пойдете на водки-то кататься сегодня? Нет. Нет, не пойдем. Не пойдете, да? Ну, тогда кино смотреть. Ура! Что такое? Книга. Я думаю, вот эта книга там. Книговая. Алабаева. Книговая. Там один мужчина всех убивает ради одного только Библии. А ради чего? Ради одной Библии всех убивает, чтобы сохранить ее. Вот весь смысл этого фильма. Ну, так, ради Библии этому учатся. Библии этому не учатся. Посмотреть один раз можно будет. Да! Илюша, ну ты иди. Один раз вставай, вот иди все. Об себя не украли. Делку пойдет. Я же тебе не говорю, что нельзя научиться. Тебе надо просто внимательно. Вот начни вот это считать. Вот. Тарас. Вот сколько здесь всего надписей? Посчитай. Двенадцать. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. По четыре на каждую. Своими встречами с баптистами, о страшном суде. И они баптисты четыре места привели. Я им на память привел. Семьдесят два местописания. Семьдесят два. Процитировал и сказал, где написано глава стих. Почему? Все время развиваешься. Семьдесят два. Так, из-за не один стих, там стихов, пять я их подряд считаю. Когда из наркоза я вышел, операцию делали. Говорят, наркоз сильно влияет на мозги. Я еще не разговаривал, а мы сильно память есть у меня или нет. Давай считать Евангелие Диана. Считаю, помню. Коснулся римлянам. Считаю, помню. И сказал, что нет, на мозги не влияет. А на самом деле она влияет. Но это настолько мощный поток, как ты даешь. Буквально содрогается все. А можно ли это? Можно. Вот есть такая книга и фильм поставленный по Кухляну, по книге Анафема. Анафема. Стоит посмотреть. Он учился в семинарии, говорит, чудовищно разбил память. Он целая страница, полкниги на память знал. На память. Как старообрядцы говорят, на память. А тут в Библии не знают, сколько книг. Один следователь допрашивал Баптиста. И говорит, скажите, а вот вы знаете, где что написано? 67 глава, стих 3 Исаия. Что написано? Он говорит, ее там нету. Там только 66 глав. Следователь сразу ответился. Все. Местами писания переменил. Написано Христу и Иисусу. Он говорит, нет, написано Иисусу Христу. Вы местами переменили. А в другом месте написано, как вы сказали. Но это не в этом. И он понял. Это не поддельное верущее. Это настоящее верущее. А сколько раз мы Библию прочитали? Не знаю. Я охотно я три раза прочитываю. От корки до корки. От корки до корки. Она, кажется, 89 часов и 6 минут. 89 часов. По одному часу в день. Три месяца из Библии прочитаны. По одному часу это вполне. Так я ее насчитывал. В моей насчитке раздельно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвинная и пуста. И Дух Божий носился над водой. Что такое носился? Вот Библиотекса объясняет, как человек задумывается, когда ходит на берегу, как это сделать. Вот на хлебровом мостике, к примеру, к примеру, как он дай заработать. Как это лучше? Отогрив дух Божий, как инженер, над всем небом носился. Как лучше сотворить все? И вершина всего этого человека. Как он? У человека мозговые клетки, нейроны, какие? Это я раньше считал. Когда диоды, триоды были еще. Такое вот. И говорит он, примерно сколько там, 10 или сколько. Сиди спокойно. Не надо еще. Ты так еще не помнишься. Начинает ему там вот так крутить мозги. А ему так это надо. Ты же все это говорили, еще запомнить даже не можешь. Как сатана крутит, развлекает. И вот клеток 10 в человеке, их рассмотреть нельзя. А они выполняют такую работу, которую не может выполнить. Машина, говорит, десятиэтажное здание, наполненное электроникой. Вот так что у нас сотворили? Вот у человека нервов столько, что хватит в одном человеке протяженность нервов весь земной шар оттудить. Каждый маленький пиво, я тут к ней. Вот здесь больно. А как? Нервы идут. От каждой клетки. А сколько их там клеток? Речь идет не о миллионах. 120 миллиардов. Слушай. Миллиарды. А человеку на земле всего 7 миллиардов. Это в одном человеке. О как. И ты прожил, и что-то понял. Нет, понятно, что нет. А вот всю жизнь учился. Ну для глупых есть поговорка. Всю жизнь учить, то руком умрешь. Так еще, дураком-то ты не станешь, если учиться не будешь. Все вокруг, вот, все вокруг. Мне бы объяснили. Говорят, а мы знаем, что такое ветер. Ветер знаете? А почему? Ну в одном месте горячий, вот, холодный. Зимой открой дверь, приоткрой маленько, и свечу, зажги. И ты увидишь, воздух холодный идет сюда, и свечка вот так отклонится. А если поставить вверху дверь, она пламя туда отклонится. Ну понятно, выходит, как говоришь, и воздух. Это все. А скорость метра как объяснить? Ну, большой перепад. Вот, бывает, там 40 градусов мороза, а в пустыне 40 градусов жара. Так ветер на другом направлении дует. Ну и какая скорость бывает? Ну, самая большая, там, километров 20. А есть скорость 120 километров. И более. Более. Там я один рассчитал, кажется, до 200 километров. Чтобы создать разность температуры рядом. Это надо тысячи градусов. А холода всего 381. 382 не бывает. Почему? Колебания за все засылают. Температура может миллионы градусов подниматься. А холод не может быть. У него определенно 381 градус. Все, минус. За этим ничего нет. Не одеть прибор 382 градуса. Холод создать не может. А как ветер? Ну-то я говорю, что тогда скорость 5 километров в секунду. А у нас 120. Это минуту. Сейчас 120 километров в час. Какой скорости? Я считал однажды в Индийском океане. Такой был шторм, что воду вот так поднимало, когда волна шла. Поднимало вверх. И воздух ее рассеял на мелкое все это. И кислород от водорода отделялся. Молния ударяла. И все горело. Все море огнем. И катило в море огня. Из воды. В море огня. Судный Божий день так будет. А мы говорим, я и знаю. Знаешь? Поверхностно. Мы видим, как костустое стекло. Гадательно. Изучают медики. Я говорю, ты знаешь. Да кого знаю? Чуть не так и все. Самое маленькое что-то. И уже варианты, варианты разные берут. А какой, не знаю. Она исследует. Ну, Даня Жуасильевна поехала на исследование. Третья неделя. Что там ее исследуют? Что исследуют? Старый человек. Все изжилось. Уже нету. Нет. Исследует. Почему деньги? А они лаборанты. Им очень выгодно. Чтобы мы болели. Вот я ни разу не ходил в парикмахерскую. Ни разу. И все парикмахерские сегодня закрылись. Потому что все стали делать, как я. Ты не пойдешь косы резать. Сегодня она мне не нужна, эта организация. Я не беру мяса. Нигде нет. Все. Это вот закончилось. Я ни разу не покупал мясо. Тем более свинину. И сейчас не ем. Вот прикину, ты когда живу. Работаем все время. Да не просто работаю. А Бог дает силу. Раньше было. Ровно за трех человек выполнял. Триста процентов. А какая? Копать, долбить землю. Лазь в печи. Плотницкая работа. Столы, полы настилать. Как? Бог умудряет. Бог умудряет. И ты даже этого не знаешь. И когда начинаешь познавать, и понимаешь. Море. Тайны. Вот сегодня мы были в храме. Батюшка такие слова считал. Особенно проповедь. Мамона. Богу мамону не можете служить. А сегодня без мамоны нигде. Самый страшный мамон там, где Господь выбрасывал. Он на базаре не ходил, Христос. Он не заходил в магазины. А зашел в храм. Из храма выбросил. Там самое проклятое. Самое губительное. Там торгуют душами людей. И храма нет, чтобы не торговали нигде. Ты зайдешь в баптистов, там не торгуют. Адвентистов не торгуют. Нет этого. А вот у католики, православные, старообрядцы там все на торговле. Если торговля идет, потому что Христа нет. А когда Христос пришел, был бы. Он бы вышвырнул это все. Ну, сегодня ты поймешь, что что-то не так у нас делается. Богу и мамой. Ну, а самое страшное, когда, чтобы священники поставили, кто-то дает взятку епископу, там, миллион. Рукоположи меня, священники. Называется Симония. Епископа голову рубить, и это может. То есть они никто. Рукоположение означает запрещать. Запрещать. Остается никогда руками не шевелить. Когда человек шевелит руками, он не думает. У него ул рассеивается. Тебе же надо думать. Вот так вот. А куда ты задумалась? А он начнешь пол, у тебя колотить начнешь. Ну, этот подошел к коне-то. Подошел к коне, да как долгнул ее лбом. Как будто перед ним бычок какой-то стоит. Вот, видишь, как. Мамола неистребима, кажется. У нас церкви нету. У нас с чашкой не ходят. Вы видели? Нет этого. Никогда, ни одного раза. Нету. А рядом есть ящик, это законы. Кто желает доброго и пожертвования. Десяти на руки. И деньги всегда есть. Всем хватает. У нас после службы трапезной объявляют. Такие, такие нуждаются. Заболел, разженится. На новые вот ребятишкам подарки. Все время делают. Все собирают. И это не мамона, это необходимо. Бог осуждает не вино, не золото, а злоупотребление тем и другим. Бог указал путь, где в Святой Библии. И вот ты смотри, всего двенадцать пунктов. Тебе не запомнить это? Начни отсюда, прямо. Значит, а возмездие за грех смерть. В Римном 6 глава 23 стих. Но нетрудно запомниться. Второе. Бог назначил день, который будет право засудить серийное деяние 17.31. И запомни, деяние. Итак, все двенадцать. Кто запомнит первое? Начните запоминать. А ну-ка толкни, давай рядом с тобой сидим. Он спит вовсю. Разбудил бы его потихонечку, отнес на кроватку туда, положил его. Так, а почему вы не полетите сяди плавать или охота еще? Не хочу. Не хотят. Сейчас поедим, дождаться, когда пообедает обслуга. И тогда обслужите. Чего обслужит? Кино. А кто Еремея видел кино? Может, лучше Еремея посмотреть. Он что-то видел. Кто-то голща-то за... Вылазьте из-за стола. Вылазьте из-за стола. Говорят, хозяин долго угощал арбузами. Он говорит, я не могу уже, но ищу арбуз. Ну ладно, вылазь. Хозяин, выкати меня из-за стола. Господи, проси меня грешно. В честь и поклонение, слава и благодарение Тебе, Отец и Святой Духами. Спасибо, Христос.